Итак, друзья, всем привет! С вами Евгений Вергус, я рад вас приветствовать в данном видео. И в этом видео начинаем с вами рубрику «Видео-ответы». То есть, совсем недавно я писал вам рассылку, в которой вы задавали мне вопросы. И, соответственно, я сказал, что буду отвечать на некоторые вопросы в формате видео. Думаю, вам этот формат понравится, и так как вопросов было много, на все я, конечно же, ответить не смогу, но на некоторые отвечу. Давайте пойдем по порядку, чтобы не тянуть и не трать, как говорится, ваше и мое время, и, соответственно, начнем разбираться в ваших вопросах. Итак, первый вопрос. Как мне научиться зарабатывать деньги? Ну, здесь все просто. Вам нужно будет, конечно же, много изучать, внедрять, и, соответственно, тогда вы сможете научиться зарабатывать. Мгновенно, без опыта, без знаний вы не сможете научиться зарабатывать. Существует огромное количество способов, как это сделать. Это намного проще, чем создать свой оффлайн-бизнес, но, тем не менее, есть люди, которые многие годы мыкаются по сети и до сих пор так и не научились зарабатывать. Я рекомендую сосредоточиться на чем-то одном, например, выбрать какой-то доступный, максимально понятный, подробный способ заработка для вас, который вам больше всего нравится, и начать изучать эту тему. Для моих подписчиков, для моих клиентов, для моих читателей я, конечно же, рекомендую начать со школы Я-блогер. То есть у нас есть бесплатная школа Я-блогер, которая всегда доступна 24 часа в сутки. Там можно проходить как онлайн-потоки, так и обучение по записи. Там мы рассказываем о способах заработка и, соответственно, есть бесплатное обучение, есть дальше продвинутое платное обучение, где уже рассказывается о том, как именно зарабатывать, какие способы можно применять. Хотя и в рамках бесплатного обучения мы тоже даем обучающий материал и рассказываем, как попробовать начать зарабатывать и получить свои первые деньги. Поэтому начните со школы Я-блогер и, соответственно, постепенно начнете закрывать этот вопрос. Так, вопрос следующий от Сергея, Сергей Бурдин. Вы защищаете свои авторские права, если да, то как, например, на книге или видеокурсы? Существует такой вариант, когда можно защищать свои права, но интернет такая вещь, поверьте, что в любом случае ваши, скажем так, книги могут перепечатываться, пересказываться и так далее и тому подобное. То есть это очень большая заморочка с защитой прав. Но это делать можно. Я этого не делаю, как и большинство интернет-отпринимателей, так и в Рунете, так и, скажем так, на Западе, даже известные авторы, у которых там дорогие книги, они всегда есть доступно, ну, скажем так, в большинстве своем они доступны на торрентах для скачивания и так далее и тому подобное. Но это не мешает зарабатывать на этом, потому что есть люди, которые в большинстве своем ваши приверженные клиенты, ваши читатели, они все равно будут покупать ваши товары, даже если они есть на торренте. А те люди, которые будут скачивать на торренте, они все равно эту информацию применять не будут. Это просто гигабайты, скажем так, скачанной информации, которая никогда не даст никакой пользы. То есть когда вы заплатили за что-то, когда вы доверяете автору, соответственно, тогда вы это читаете, это внедряете и применяете. Поэтому защищать можно, но я не защищаю. Если говорить о курсах, то они у меня содержатся на закрытом сайте, дается специальный пин-код, личный доступ дается только по личному пин-коду. И, соответственно, таким образом есть такой, скажем так, небольшой фактор защиты, тем более в любом случае, если кто-то захочет, это можно постепенно выкачать, записать там, скажем так, эти уроки, выложить на торрент и так далее. Но это никак не влияет на продажу, поверьте. Итак, следующий вопрос. Евгений, я купил курс вашего коллеги по партнеркам в качестве одного из партнеров, выбрала вас, руководствуюсь курсом. Что предлагать из ваших материалов рассылки моим подписчикам в первую очередь? Насколько актуальны материалы? Некоторые программы по заработке в интернете устаревают. Ну, во-первых, вы из моих продуктов можете выбирать все те ссылки, которые есть в вашем аккаунте, потому что все они актуальны. Из новых это партнерские ловушки и, соответственно, книга, как получать вот 30 тысяч рублей в месяц, ничего не продавая, где я рассказываю по своему опыте о том, как можно просто рекомендовать, ничего не продавать и таким образом зарабатывать. В принципе, описание есть на продающем сайте книги, она недорогая, вы можете ее рекомендовать. Дальше идет у нас воронка продаж, где вы тоже можете получать свою комиссию, если ваши партнеры и клиенты купят данную книгу. Ну и, как я уже сказал ранее, партнерские ловушки тоже рекомендую рекламировать. Ну и, конечно же, школа Я Блогер, это бесспорно, она работает очень хорошо, хорошая конверсия, поэтому тоже можете ее рекламировать. Что касается второго вопроса, насколько актуальны материалы, ведь некоторые программы по заработку устаревают, скажем так, они устаревают не столь, скажем, чтобы они не работали. На самом деле, партнерский маркетинг, он работает всегда и принцип у него один и тот же. Что он работал 7 лет назад, когда я пришел в РУН, что он работает сейчас, в принципе, то же самое там все есть. Да, если говорить о том, что устаревает, то это только, наверное, интерфейс, потому что те сервисы, которые мы используем, они могут менять интерфейс, и таким образом, соответственно, приходится изучать новые интерфейсы таких сервисов. Например, Яндекс.Директ, JustClick, то есть то, что поменялось, какие-то моменты поменялись, и, соответственно, тот же YouTube, раз изменился интерфейс, нужно, если, например, в обучающем видео было сказано изначально вот так, то сейчас это выглядит иначе. Но это не столь важно, суть партнерских программ остается неизменной. Она, в принципе, всегда одинакова. Поэтому в этом плане переживать не стоит. Так, и еще здесь, с чего начинать моим подписчикам, и мне в том числе. Ну, я уже сказал в начале этого видео, отвечая на первый вопрос, как начать зарабатывать, и, соответственно, вы можете начать со школы Я-блогер, и постепенно дальше развиваться в этой теме, изучать, внедрять и применять. И таким образом действовать дальше. Так, 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 идем дальше. Как правильно удалять битые ссылки? Для удаления битых ссылок, например, на блоге WordPress, есть специальный плагин. Можете почитать об этом на моем блоге, просто на блоге Советы Вобмастера, в поиске, в сайт-баре справа, зайдете и в объекте, как удалить битые ссылки. Там есть рассказы на специальном плагинчике, который все это может делать. Так, здравствуйте, хотелось бы побольше узнать про бесплатный трафик из соцсетей, таких как Одноклассники, ВКонтакте и так далее. Как можно маскировать свои партнерские ссылки в них. Одноклассники перестали пропускать фреймную страницу, как описано в ваших видео. Во-первых, я считаю, что Одноклассники, в моем случае, насколько я знаю, по своему опыту, Одноклассники это не лучший вариант, чтобы использовать его в рекламе партнерских программах. Поэтому Одноклассники я никогда не использовал, практически не использую. Когда-то первое время пробовал, но понял, что это не совсем работает. А вот ВКонтакте другие социалки использовать можно, я рекомендую это делать. Например, создавать тематические группы, писать там статьи. Сейчас там есть возможность написания статей, я тоже писал об этом на своем блоге. Можете зайти, почитать, как писать статьи, как зарабатывать ВКонтакте через эти вот статьи. И, соответственно, когда мы говорим о маскировке своих партнерских ссылок, то маскировать их не нужно. Вы можете просто, если вы написали интересную статью, которая рассказывает о какой-то партнерке, делает какую-то рекомендацию. А еще, если вы это написали в стиле, так как я это показываю в своем бесплатном курсе, в своем бесплатном видео, партнерские ловушки, то, соответственно, здесь ничего не нужно будет маскировать. Клиент и так перейдет по вашей партнерской ссылке, почитав статью, и никаких проблем это не вызывает. Например, у меня есть статья 12 основных сервисов для инфобизнеса. Она размещена ВКонтакте, и оттуда идет трафик, и там прямые партнерские ссылки, никаких проблем с этим нет. И даже эту статью пропускают в рекламу. То есть очень просто. Мы ничего сверхъестественно не используем. Мы пишем правильную, интересную статью, в ней ставим свои партнерские ссылки, и как бы мы не говорим, купи, 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 купи. Мы просто даем рекомендацию. То есть что у нас конкретно получилось, что мы из этого получили. И вот если вы хотите, вы можете нажать вот здесь и перейти туда, и так далее. Сделать то-то и то-то. То есть призыв к действию и никаких жестких продаж. Ну и интересная, полезная статья. Таким образом, маскировка ссылок, она падает. Я вообще никогда не маскировал, просто бывает такое, когда нужно действительно использовать фрейн, там, либо 301 редирект, когда нужно быстро сделать переход, да, какая-то небольшая заметочка, маленькая рекламка и так далее. Но если мы говорим о правильном, продвинутом подходе, то, конечно же, это статьи. Как на блоге, так и в социальных сетях. Таким образом, написал статью в социалке, вконтакте, вы можете, с партнерскими ссылками, вы можете ее рекламировать без проблем. Так что вопрос в файловой странице отпадает. Так, пока вопросов нет, жду занятий по сайту. У меня вопрос такой, я купила у вас Академия продаж, что у меня сломался комп, не успела ничего сохранить. Подскажите, как мне установить эту программу? Не нужно ждать, да, когда в этом случае, когда я задам, вернее, пришлю вам форму на то, чтобы вы написали туда ответы. То есть все вопросы технического такого характера, либо там что-то забыл, что-то не получается, для этого у нас есть поддержка. Пишите туда, и вам мгновенно ответят. Это не только для клиента, который написал этот вопрос, а вообще для всех, друзья. То есть если возникают вопросы, пишите в поддержку. Не нужно там отвечать на письма мне, которые там выйдут в рассылки. Не нужно там писать ВКонтакте, или там Телеграм, или еще куда-то. Пишите в поддержку, и мы вам ответим без проблем. Она для этого и создана. То есть приоритет ответа на все ваши вопросы – это поддержка. Все. Я думаю, с этим вопрос исчерпан, да, поэтому не нужно ждать, если у вас что-то не получается. Пишите нам, и мы вам всегда ответим. Так, идем дальше. Давайте еще один-два вопроса, и будем это видео заканчивать. Как развивать это направление контактов? Не совсем вопрос понятен. Как убрать запись в самом низу сайта? Что этот сайт работает на WordPress и название темы? Это очень просто. На моем блоге «Советую мастера» вы можете опять же на нем зайти и в поиске просто вбить, как убрать внешние ссылки. Там рассказана как раз-таки есть у меня статья, которую я написал уже достаточно давно, несколько лет назад, но она актуальна и по сей день. Там две части у этой статьи. Первая часть – как закрыть и убрать внешние ссылки, и, соответственно, вторая часть. Вы можете почитать, посмотреть, там как раз в одной из этих частей рассказывается, как убрать такие вот внешние ссылки, ненужные вам. Работают ли бесплатные методы привлечения трафика на партнерские товары? Если да, то какие. Сразу хочу отметить, что все любые, как платные, так и бесплатные методы и способы привлечения трафика на партнерские товары работают, если вы делаете правильную партнерскую рекомендацию. То есть не продажу жесткую, а рекомендацию через написание статей. Вы можете написать статью на своем блоге, вы можете написать статью в социальных сетях, как я уже говорил выше, и постепенно начинать ее продвигать. Рекламировать через анонсы того же сабскрайба, если это блог, через своих друзей в ВКонтакте, через друзей в Скайпе, друзей в Фейсбуке, Гугл Плюс и так далее и тому подобное. То есть вы должны просто правильно сделать подачу партнерской рекомендации через правильную интересную статью, которая несет пользу и показывает, скажем так, ваш личный опыт использования данной услуги, либо данного курса. К примеру, если идет реклама моей школы «Я блогер», вы ее проходили, соответственно, если вы прошли эту школу, вы знаете, как правильно написать и как правильно рассказать. Во-первых, мы об этом рассказываем там, во-вторых, вы сами там были, вы все видели, вы можете сделать пересказ, описание через вашу личную историю. То есть вы какой-то, такой-то пришли, получили то-то, 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 там было то-то, 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 вы сделали то-то, то-то, результат такой-то. То есть все, если вы хотите, вы рекомендуете, да, дальше. Если вы хотите там сделать свой сайт и начать зарабатывать, пожалуйста, переходите вот по такой-то ссылке. Все. И эта статья написана в социалке, вы ее начинаете продвигать. Таким образом, любой бесплатный, платный способ он будет работать. Поэтому говорить о том, что работает только бесплатно и не работает, вернее, работает только платно и не работает бесплатно, нельзя. Все способы работают и будут работать. Так, ну и последний вопрос, давайте, какой у нас тут следующий. Вырастить ли биткоин стоит ли ждать и инвестировать в него, и как разрекламировать свою книгу? Тут даже сразу несколько вопросов. Ну, вырастить ли биткоин или не вырастет, этого, к сожалению, никто не знает. Но то, что он является основной криптовалютой и то, что у него есть будущее, это, конечно же, будет он расти или будет он падать, или будут у него какие-то там, я не знаю, стагнации, да, вот как сейчас там, например. Кстати, сейчас он опять начал расти немного, хотя долгое время находился в стагнации. Но если мы говорим о том, что стоит ли в него вкладывать, то когда был вот этот вот бум, лето, там, осень, представьте, да, что биткоин стоил, можно было купить за полторы-две тысячи долларов. Сейчас он там при всех падениях уже восемь стоит. Представьте, заработали на этом люди или нет, если они купили его за две, сейчас он стоит восемь, с учетом того, что он там сильно упал и так далее, и тому подобное. Просто не нужно покупать в самом верху, в самом пике, и все у вас будет замечательно. Поэтому в плане инвестиций здесь уже выбирать вам. А вырастет, то ли не вырастет, этого, к сожалению, никто не знает. Ну и как разрекламировать свою книгу? Давайте сразу же отвечу на этот вопрос. Здесь все очень просто. Если вы написали книгу, значит, вы являетесь автором. Значит, у вас есть свой блог, вы ведете, у вас есть свои читатели и так далее, и тому подобное. Среди этих читателей вы начинаете рекламировать. Если эта книга полезна, интересна, плюс у вас есть партнерская программа, вы можете привлечь туда партнеров, либо тех же ваших клиентов, которые у вас есть, и, соответственно, таким образом постепенно начинать продвигать. Через социальные сети, через свою партнерскую программу, через ваших клиентов, через ваших подписчиков, через ваш блог. И все это постепенно начинается двигаться и развиваться. То есть способы привлечения трафика, хоть для книги, хоть для какой-то партнерской программы, для любой партнерской ссылки, для любого вашего конкретного товара, они всегда одинаковы и ничем друг от друга не отличаются. Если у вас нет денег на рекламу, тогда вы используете свою партнерскую программу, вы используете свой блог, пишете интересные статьи, вы используете социальные сети, и таким образом постепенно начинаете продвигаться. Конечно же, вам нужно набирать всегда подписную базу. Если вы пишете книги, если вы являетесь автором, создаете свои курсы, даже если не курсы, а только книги, то в любом случае нужно набирать свою подписную базу. Таким образом вы создаете свое небольшое сообщество, через которое вы можете, соответственно, рекламировать свои продукты, партнерские продукты и создавать сообщество ваших последователей. Также из этих последователей, ваших читателей, вы можете создавать своих партнеров, которые будут вас с удовольствием рекламировать, потому что им будет нравиться ваш продукт. Вот, в принципе, на этом все. Ну что ж, я думаю, это видео было для вас полезным, и в следующих видео, когда еще будем отвечать на порцию вопросов, соответственно, я уже отвечу на другие вопросы. Ну что ж, на этом все. С вами был Евгений Вергус в рубрике «Видео-ответ». Удачи вам, увидимся, всего самого доброго и побольше вам партнерских продаж. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!